Всем привет ребята, меня зовут богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Вторая по размеру криптовалюта в моем портфеле это эфир. Вчера каналу исполнилось ровно три года и я бы хотел, чтобы не только биткоин достиг юбилейной круглой цифры, но и эфириум тоже. 2000 долларов за монету было бы неплохо. Но пока биткоин штурмует один исторический пик за другим, эфириум будто бы кто-то сдерживает от роста. Очевидно же нет никаких причин для того, чтобы эфир все еще топтался ниже 2000 долларов, особенно учитывая дичайший рост биткоина. Сегодня я немного покопался в информации и графиках для того, чтобы ты сейчас мог увидеть результат этого труда в этом ролике. Поэтому не забудь поддержать меня лайком, это помогает и мне и каналу, а также подпишись если ты тут впервые. Здесь мы каждый день говорим о криптовалютах, не только про эфир, но и про биткоин, XRP, Polkadot, Cardano и так далее. Итак, что происходит с эфиром? Пока биткоин пробивает потолок за потолком, он стоит на месте. Мне напоминает это ноябрь и декабрь 2020, когда биткоин начал проявлять себя во всей красе, когда он наконец пробил 10 тысяч долларов и полетел дальше вверх. Эфириум же все это время топтался ниже 400 долларов и совсем не хотел расти. Под конец декабря биткоин преодолел предыдущий исторический пик, а эфириум все так же топтался у все тех же отметок, что и в начале декабря. В то время я начал немного сомневаться в том, что эфир вообще стоит держать. И действительно раздумывал над тем, чтобы перевести весь свой эфир в биткоин. В момент, когда мое разочарование и сомнения достигли точки кипения, эфириум вдруг как степи сорвался и максимально быстро достиг своего исторического пика. Такой взрывной рост, который продемонстрировал эфириум, мог сравниться только с тем пинком, который биткоину дала Тесла совсем недавно. И вот сейчас мы находимся в точно такой же ситуации, в которой находились в ноябре-декабре 2020. Биткоин снова берет новые вершины, а эфириум снова топчется на месте. В то же время фундаментальные данные никогда не были такими позитивными для второй по размеру криптовалюты, как сейчас. Однако почему-то каждый сейчас почему-то предъявляет Виталику Бутерину какие-то претензии из-за хардфорка эфир 2.0. Если вы не знали, происходит так называемое восстание общественности. Бутерин даже выпустил часовое интервью об этом. А комиссионные в сети растут быстрее, чем цена самого эфира. Реально дорого стало, как только сеть чуть более нагружена, так и транзакции становятся неадекватно дорогими. Безусловно, это делает работу с DeFi-платформами на эфириуме не такой простой, как хотелось бы. Ну а мелкие трейдеры и вовсе не чувствуют себя хорошо. Но удерживают ли эти два фактора цену эфира от роста? Не думаю. Почему? Потому что вот это, вот это, что вы видите сейчас на своем экране, на самом деле удерживает людей от того, чтобы проводить любые транзакции. В том числе и транзакции, связанные с продажей эфиров и переводе их на биржи. Вот такое неожиданное последствие подорожания комиссионных в сети эфира. Кажется, это наоборот должно помочь цене в какой-то мере. Но давайте вернемся к фундаменталам. С 9 января 2021 года балансы эфиров на биржах сократились на 9%. Во время этого же периода времени цена наоборот выросла на 30%. Какой вывод можно сделать? Даже несмотря на рост цены в этот период, люди не отправляют эфира обратно на биржи, чтобы продавать. Это дает надежду на весьма хорошее будущее эфириума в 2021 году. Теперь зацени этот график. Зеленый график – это цена эфира. Вот этот же бирюзовый график – это накопление кошельков с балансом от 100 тысяч до миллиона эфиров. Но посмотри, с февраля этого года они накапливают свои балансы. Немного странно, да? Ведь цена не растет, а торчит на месте. Давай вспомним, я уже сравнивал эту ситуацию с ноябрем-декабрем 2020 года. Как видишь, то время они тоже накапливали перед ростом. Затем они распродали, реорганизовались и теперь готовятся к новой волне роста. Это очень позитивная метрика. На фоне этого недавно вышла большая позитивная новость от Coinbase. Coinbase открывает список ожидания для стекинга эфириум 2.0. Они готовы поддержать стекинг эфириума для своих пользователей. Если что, Coinbase – это крупнейшая криптобиржа, ею пользуется почти 50 миллионов человек. И все, что этим пользователям нужно сделать, это заблокировать часть своих эфиров на кошельках для стекинга и получать процент за просто лишь хранение эфиров. И стекинг на Coinbase будет намного проще, чем где-либо. Кроме всего этого, есть еще два момента, которые могут спровоцировать огромный взрыв эфириума. Первый момент – это, конечно же, рынок NFT, о котором мы уже говорили. Кстати, я готовлю видео по тому, какие токены NFT я купил. Скоро выпущу его на этом канале. Поэтому не забудь подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик. Общая стоимость NFT рынка сейчас составляет всего лишь 250 миллионов долларов. Это означает то, что в 2020 году этот рынок вырос на 2800%. Я уверен, что он, рынок NFT, на протяжении нескольких лет станет многомиллиардным. Жаль, что многие люди сейчас не понимают, что токены NFT делают с миром и блокчейном. И, наконец, второй взрывной момент для эфира – это ключевая метрика, на которую стоит обратить внимание. Конечно же, институциональный спрос. Директор по стратегии инвестиционной компании CoinShares, Мельтем Демирорс, говорит, что интерес институциональных инвесторов ко второй по величине криптовалюте эфириум находится на невиданных ранее уровнях. На прошлой неделе они отслеживали еженедельные потоки средств инвесторов, направляемые в публичные инвестиционные инструменты, и обнаружили, что большинство из них приходится именно на эфир. Далее цитата. «На прошлой неделе 80% притока было вложено в эфир. Мы никогда ранее не видели подобного институционального интереса. Не в биткоин, не в XRP, не в кардана или другие, а именно в эфириум. Но я подумал, 80% притока ушло в эфир. Биткоин вырос на 40% на прошлой неделе, а эфириум так и топчется ниже 2000». Если мы просто быстро взглянем на график объема эфириум Grayscale Trust, то мы можем увидеть вот это огромное падение вот здесь. Учитывая то, что перед этим мы говорили о распределении недельного притока в криптовалюту в размере 80% на 20, очевидно Grayscale играет в грязные игры, и этот график не больше, чем просто иллюзия. Вернемся к этому графику, который ты сегодня уже видел. Я хочу, чтобы ты подумал, о каких суммах мы говорим. «Напоминаю, это кошельки с балансом от 100 тысяч до миллиона монет. Поэтому мы говорим о минимум 190 миллионах долларах». А теперь посмотри на вот это падение вот здесь, например. «У кого может быть так много денег, что они могут просто потратить 190 миллионов долларов только лишь для того, чтобы напугать людей на рынке эфириума?» Именно это и случилось вот здесь. Совсем немногие могли бы это сделать. Конечно же, первым на ум приходит Grayscale, потом BlackRock и еще несколько других институционалов. На этом графике четко видно, что институционалы и являются причиной того, почему эфириум стоит на месте, пока биткоин рвет потолок. Институционалы прямо сейчас изо всех сил удерживают курс эфириума, потому что они хотят, чтобы ты продал эфир и чтобы они могли купить эфир побольше и подешевле. И на этом фоне они же формируют и новости, а-ля пора избавляться от своих эфиров. Что ж, институционалы имеют деньги, раз. Пишут новости, два. Но самое главное это третье, без чего вся эта суматоха не может быть реализована. Это, конечно же, стратегические партнеры. Да, институционалам такие нужны. И именно такого партнера, который помогает институционалам дампить криптовалюты, я нашел. Имя его F2Pool. Если ты видел превью к этому видео, то теперь ты понимаешь, что название F2Pool на нем оказалось не просто так. Оказывается, F2Pool практически постоянно является причиной любого падения биткоина в январе и феврале этого года. Это видно на этом графике, где крупные продажи биткоинов этим пулом совпадают с крупными падениями цены биткоина. Забавно, здесь даже видно, как иногда тысячи биткоинов продавались на протяжении всего лишь часа. F2Pool очень хорошо прячет то, куда пойдет биткоин. Но плохо скрывает свои финансовые потоки, которые мы, если захотим, можем увидеть. Правда, пришлось попотеть, чтобы найти такие же для эфириума. Ведь для биткоина у нас есть удобный инструмент от CryptoQuant. Поэтому потоки для эфириума определить не так уж и просто. Но зато я нашел немного другую диаграмму, которая дает нам некоторые представления об этих финансовых потоках вокруг эфириума. Теперь мы видим, что F2Pool это второй по размеру майнинговый пул эфириума. Дальше давайте посмотрим на потоки эфириума на F2Pool. Благо, есть такой сайт BigQuery, который нам дает возможность это сделать. Итак, это график исходящих переводов в сети эфириума. Обрати внимание на вот этот прострел куда-то вверх. В это время эфир потерпел большое падение, которое ликвидировало многих на огромные суммы. Как ты видишь, не имея никаких данных об эфириуме на F2Pool, как в случае с биткоином, мы все равно докопались до истины. Как только F2Pool сливает, мы видим резкие обвалы курса. Вопрос, они дампят курс эфириума, потому что боятся? Как бы не так, ребята, как бы не так. Они делают это, потому что шортят цену наперед и получают большие прибыли за счет ликвидированных лангистов. Вот такая манипуляция ценой. Они не просто майнят, но еще увеличивают прибыль с майнинга за счет вот таких действий на рынке. Теперь посмотри, спустя некоторое время, где-то 12-14 февраля, мы видим еще один всплеск объема. Причем ровно такого же, как и здесь, около 8000 эфиров. Тоже очень странно, что так все ровненько. Соответственно, этот всплеск объема снова привел к падению эфириума вот здесь. Причем этот всплеск объема также совпал и с достижением эфириума нового исторического пика. Но есть и хорошие новости, ребята. Они уже закончили дампить эфириум вот здесь, поэтому дорога на 2000 долларов и дальше уже открыта. А я уверен, эфириум так или иначе ожидает взрыв. Это просто неизбежно, учитывая все фундаменталы, которые я смотрел. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Комментируй, делись видео с друзьями обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»